добрейшего утра всем друзья приветствую вас на канале рыболов копатель и мы приехали на коп с тимуром с николаем сегодня будем ходить по полям здесь убранная картошка здесь стриженное поле будем ходить вот она банда вот они блогеры я кстати коли почистил медаль по его запросу он заставил меня спасибо памяти трехсотлетия дома романовых сейчас покажу я дам она такая получилась ну я ее специально на сто процентов не стал чистить вот чуть-чуть тут оставил зеленочки ему чтобы чем заняться не чтобы было как бы понимание что все-таки выкопанные земли так вот если на царей посмотреть голям это тоже из этой же банды если это покопаться в истории то моя фамилия она что-то там из графеев я вам скажу что ценник 40 тысяч рублей стоит того чтобы очистить коля сработал уже не успели вступить на поле уже сработал коля это видно его давай попробовать ту сторону немножко чисто но может быть видно будет хотя бы что-то хотя 4 монеты хорошие здесь попадались а это убитая такая вот кстати которые латунь там медь они что-то не алина ничего не видно ну да только отголоски пшени ге пшени ге покажу еще одна находка но это так вот смотрите это ходячка это вот колечко было блин может быть и камешек но такой же размер не маленький ну да да чё-то был какой-то брюлик вставлены поздравляем николая за поперли находки поперли друзья очень холодно ветер холодно техника уже работает друзья запахивают и будут сажать что-то будут сажать у меня сигнал он он лежит наперсток латунный колян пошел на сопряженное поле а тимур где-то сзади тусуется тоже может туда прогулять изумительный сигнальчик был ребят а почему бы ему и не звучать прекрасно когда тут такое вот колечко обручалка медная наверно когда же золото будет друзья влепите к лайкосик чтобы золотишко уже найти наконец-то не плохой сигнальчик в итоге посмотрите запонка латунь серебрение ребята давайте проведем три минутки с пользой помните не так давно я откопал вот эту вот фигурку так и неведанного мне божества предположительно хочется ее сегодня почистить привести в порядок очистить ее мы будем с помощью уже полюбившегося мне и небезызвестного для вас средства антикварка ппс которая изготовила для нас крымское производственное предприятие созвездие пренебрегайте средствами индивидуальной защиты все предельно просто друзья берем состав наносим на мягкую часть губки промакиваем берем нашего сегодняшнего пациента теперь наносим состав на него вот так наш чумазик весь вспенился оставляем все это дело минут на 10-15 пусть полежит моментально пошла реакция посмотрите пена грязная несмотря на то что я промывал эту находку непосредственно после того как она была выкипана запоминаем друзья и повторяем еще раз первое нанесли состав на наш объект который чистим второе вспениваем его я делаю это при помощи губки мягкой стороной дожидаемся необходимого результата вы все увидите очистка происходит на глазах затем смываем водой после смываем мыльным раствором и было бы неплохо запатинировать уже очищенное изделие пока идет процесс я бы хотел сказать пару слов о преимуществах данного средства во первых в нем отсутствует аммиак во вторых вы можете качественно чистить ваши изделия артефакты без повреждений ну и в третьих у вас появляется возможность обрабатывать крупногабаритные изделия а также производить локальную чистку сейчас мы вам еще помоем и посмотрим ну что ребят вот я еще мыло нанес чтобы погасить реакцию и протер губкой смываем нашего героя результат просто шикарный посмотрите какая детализация в очередной раз я очень доволен очень и очень доволен друзья ходите по ссылке в описании ребята заказывайте данное средство я уверен она станет вам незаменимым помощником в приведении в порядок своих находок их реставрации поддержите отечественного производителя ребят мы пришли обедать горю тимуру показывай хабар какой-нибудь а он говорит павел ты говорит пожалуйста извини ну и такое тоже бывает ребят это сплошь и рядом это вот натурально полдня можно ходить и найти три проволоки две пуговицы кусочек ложки правильно я говорю тимур это фибула кусочек ну это не фибула это тоже древнятина зацепчик наверное такой друзья пишите кстати как у вас погода того региона нас ветер холодный но плюс 12 на улице то есть достаточно не холодно я бы сказал даже тепло но ветерок северный конечно такой пронизывающий особенно на высотках задувает ой дядька какой какая-то металлопластика попадает сначала подумалось что от ложки может какой или от вилки но нет что она сильно толстая широкая какими-то узорами медная пластинка такая характерист отобедал начинает точнее продолжает свое дело полтиннички надо заметить здесь в шикарном состоянии попадают вообще бойкие такие приятные бередят душу так достаешь когда в земле что-то блестит твой ой бередят друзья с ботвой картофельной подозрительно хороший был сигнал и вроде серебро какой-то зильбергрош наверное да такой так себешный как сказать так себешный пациент и подсветы удобрениями но тем не менее тем не менее серебро это хорошо ходим дальше нет нет и верховое что-то проскакивает и корек наверно а нет ты смотри даже номерная единичка зачет я сегодня вот так скромненько получилось но монетки какие-то это не колечко это наперсток он был да он не был он есть такие кольцом без шляпы до сверху как бы да вот так всякой жбоньке вот у коляна тут тоже этот какой пломочка нашел интересный наперсток он но это полу наперсток который одевался вот так и скорее всего мужской потому что размер сейчас еще тимур какую-то историю хочет рассказать друзья сейчас будем ждать истории выложил свои находки и хочет какую-то историю нам поведать короче история да да вот ребят все что за день я набил сегодня не густо как говорится но и не пусто монетки всякие разные плюс и вот интересная цепочка была видимо часов даже с карабином кусочек ножика ручка латунная короче всякая жмонь так ну история короче я хожу себе по полю и с дедом про себя разговариваю думаю дед ё-моё целый день ходим накинь хоть что-нибудь ну хоть что-нибудь путевая ну идет такой мне тоже так про себя вот игры помнишь что было в прошлый раз когда ты нашел монетку эту в оправе ты помнишь что с ребятами было как ты пойдешь потом к ним никто ничего не нашел игре ну да действительно как бы как вот потом прийти один есть не пойдет вторую еще что-то я гордит на хоть одну вторую марочки хоть хоть что-то знаешь ну тоже пустым не уехать он говорит ладно накину тебе монитос такой чтобы и ребята не ребята не обиделись да и ты как бы не пустой сейчас все в толпаке не поедем я не хочу в толпаке наверное вот мне дед накидывает 20 до такой и ребята как бы не ну посмотри вообще класс не возмущались и я чтобы знаешь вроде бы не в толпаке не поедем чего-то не хочу в толпаке что-то не хочу в толпаке настроение нету довольно редкая монета я только полтинник находил